добрый день добрый вечер доброе утро всем дорогие девочки всем привет из канады и сегодня среда это значит у нас видео болталка на сегодня она будет необычное видео болталка не такой как всегда а сегодня я вам покажу видео которое записала какое-то время назад в одном из наших магазинов больших магазинов фолмарт вы наверно про него слышали и почему собственно говоря его записала потому что у нас закрыли на локдаун очередной по моему 3 если я не сбила со счетом и закрыли очень знаете таким изощренным методом совершенно таким ну в общем я не знаю если вы где-то в какой-то стране таким образом закрывают на локдаун магазины я хотел чтобы на это посмотрели причем закрыли знаете как вот совершенно вероломным способом можно сказать без объявления войны вот прямо сказали в среду что в четверг нас закрывают на локдаун и это произошло пару недель назад видео такое эмоциональное я там очень много злюсь немножко даже нормативной лексики по-моему использовала если youtube пропустит то вы услышите а не пропустит так я наверно вырежу я предусмотрительно наснимала несколько видео из магазинов и по моему еще одно у меня есть запасе в ютюбе называется консервы у меня еще есть одна консерва по моему вот на эту пятницу я его выложу а так в принципе вот все уже магазин закрытый и следующее видео будет у нас разговоры примерки рассказы показы всего что у меня есть дома в общем приятного просмотра не забывайте ставить лайки мне и в общем бы все знаете что надо делать всем привет привет один из канады я нахожусь магазин его март хотела вам вот что показать значит у нас магазины закрыты можно продавать только еду и вот всякую вот эту вот вещи для ухода за собой вот косметику продают это все открыто а дальше вот здесь например магазин придет одежду и доступ к отделам за продают одежду вот так вот перекрыт залеплен вот такими вот лентами чтобы люди не заходили не могли ничего купить я вообще в шоке от того насколько это не имеет никакого смысла то есть вот люди приходят люди могут покупать еду люди могут покупать косметику вот там вот отделы с едой пожалуйста доступ открыт в 10 косметика пожалуйста доступ открыт там где начинается одежда там где начинается всякие вот расчетку можно купить до сам пуль можно купить там где начинается все товары как называются как называемые не первой необходимости к ним перекрыт доступ причем перекрыт таким вот совершенно дедовским способом просто налепили скотч-тейп изоленту то есть и написано this section is temporary closed что означает этот отдел временно закрыт и вот пожалуйста все вот эти вот отделы где продают вот вот понимаете вот она вот так вот лежит вот эта одежда детская да вот она лежит принципе ее можно взять или даже вот отсюда я смогу протянуть руку и схватить эту ночную рубашку или эту пижаму но я не могу вот здесь написано что в связи с законом провинции онтарио принятым решением значит мы должны были закрыть доступ к не но не сэншел айл департамент то есть но не сэншел это отделы которые продают вещи которые не является вещами первой необходимости вот скажите мне носки являются вещью первой необходимости или нет вот если мне нужны носки то есть я должна их заказывать онлайн могу купить здесь еду но вот например носки я не могу купить причем вот они висят вот я могу взять и пойти в кассу интересно мне в кассе скажут что я не могу не могу их купить потому что здесь написано что это закрыто но вот она физически абсолютно доступно больше в адиотизма такие веселенькие штанишки пижамы и кстати ой кино и немцы кино и немцы других слов нету не то чтобы я я не ковидный диссидент девочки поймите их и отрицаю я не отрицаю эпидемию я не отрицаю что люди очень тяжело болеют люди умирают и это действительно так я не понимаю методов борьбы с этим я понимаю что они пытаются как-то уменьшить количество людей в магазинах и и но вот объясните мне пожалуйста если вот они вот эти вот отделы закроют и то есть как-то уменьшит количество заболевших то что нельзя продавать трусы майки и носки туфли и так далее то есть смотрите этот стенд стоит посредине то одежда такая специальная униформа для медсестер она не закрыта не перекрытая все все это вот это перекрытие это все полнейший какой-то абсурд ведь все это можно дотянуться и взять рукой вы знаете что я вам скажу что панасы очень дисциплинированные здесь нету ни одного человека кроме меня никто здесь не бродит кроме продавцов и если вот нельзя покупать они не будут покупать понимаете вот если мне нужны носки то возможно что я могу взять отнести в кассу у меня их даже мне даже продадут а может быть и нет я не уверен но ни один канадец не станет этого делать потому что здесь есть понятие закона есть нельзя значит нельзя ну вот примерочные конечно тоже закрыт вот такая вот история девочки то есть если вы понимаете что происходит объясните мне я ни в на существующей ситуации у меня просто поражает поражает абсурдность мер которые принимаются в связи вот с тем что происходит я уж не говорю например о комендантском часе который у нас слава бог пока не ввели но я думаю что впереди у нас еще в других провинциях канады он есть смотрите какой хорошенькой оплатится для девочки чистота вот пожалуйста всякая посуда тоже все все нельзя покупать запрещено нельзя а что посуда не товар первой необходимости если человеку нужна сковородка или кастрюля кто вообще может определить являются первой необходимости для кого если мне нужна вот я не знаю противень ну где что онлайн заказывать противень это же бред это же смешно давайте смотреть что открыто значит вот это вот летняя мебель на на патио на бэкьярд вот это можно покупать то есть это описано так что сидеть нельзя а в принципе это можно покупать видите это открыт в открытом доступе то есть нету на на это окончить то есть вот это вот кресло это предмет первой необходимости будем знать барбекюшницы потом вот такой вот навесик ага значит вот если вам вот вот это вот я не понимаю я не понимаешь как кто определяет вот это всякие предметы для для барбекю там всякие щетки для того чтобы почистить грилл разные разные инструменты в этот сковородка не можно взять эту сковородку можно покупать или она случайно сюда завалилась да вот видите всякие прибамбасы для для грилла это в открытом доступе после это можно покупать ну ладно а мне знаете интересует кран вы знаете я затеял ремонт очень подходящее время конечно потому что кто мог знать вот стулья стулья подушки для мебели для патио короче я затеял ремонт самый подходящий самый подходящий момент ванну переделываю мост сниму вам если получится немножко начал уже снимать но я не обещаю что у меня получится хорошо что я выложу это видео если получится выложу нет нет может быть сниму до и после и покажу вам так так вот мне нужны краны мне нужна плитка мне нужно все смотрите вот это вот все можно покупать вот эти вещи как бы для оформления вашего сада огорода всякие фонарики лампочки это первая вещь первой необходимости или вот эти вот всякие украшалки для или просто они здесь забыли заклеить я не знаю но это это вещь первой необходимости скажите мне пожалуйста вот эти вот украшалки для вашего сада всякие вот цветочки такие а имею я я вообще он спичилась я у меня нет слов это вот такие покупать а трассы-носки нельзя потому что трассы-носки меньше нужны людям чем вот эти вот фонарики дурацкие втыкать их в землю вашем саду что вообще происходит что мазафака происходит извиняюсь за мой французский но я других слов у меня нету вот это вот первая необходимость и вы сидите по по понятиям наших канадских властей вот эти стулья тоже без них жить нельзя без них жить нельзя так я пошла смотреть кран короче к чему я все говорю что я плитку я успела заказать а всякие краны ванну и мебель для ванны саму ванну то есть мебель для ванны я заказала уже онлайн вот это тоже можно видеть все эти вентиляторы или просто не забыли закрыть фикова знаю типа ими короче а мне нужны краны кран я и я сломала себе глаза и пальцы тычет в интернете еще вот это вот все на амазоне в общем где угодно я подумала ну может быть здесь я найду потому что нет закрыта видите это все эти прибамбасы для ванны и вот всякие там полочки штуки дрюки и вот они закрыты под лампочки можно вон девочка рассматривает а вот такие лампочки нельзя дальше просто лампочки которые вкручиваются их можно вот это тоже нельзя всякие инструменты там наверное экраны будут закрыты вот краска я думаю тоже нельзя ведь это же она закрыта но здесь я смотрю же люди ходят потому что люди вот там где шмотки они там уже поняли что там все закрыто а здесь а вот смотрите вот эти вот зимние щетки зимние для очистки для очистки снега почему-то не до сих пор продают их нельзя а вот эти вот щетки для стекла чтобы передние стекло это нужно ну и правда это необходимая вещь то она их тоже можно заказать онлайн если сходить из булыбки девочки мое видео сплошный сумбур я понимаю а вот это нельзя я понимаете мое видео сумбур потому что жизнь такая какая-то сумбурная не make sense не имеет никакого смысла все что происходит и все что делается не имеет никакого смысла крана я кстати так и не нашла мужская вообще здесь нету но да я сейчас по моему уткнусь носом в эту ленту где-то где будет перегорозен вот товар первой необходимости и это правда я с ними согласна хорошо пути это у нас не отобрали это разрешает покупать и продавать славяйте господи ну это правда на самом деле я хочу сказать что даже тогда когда все магазины у нас были закрыты кто-то и наводочные у нас все равно были открыты это как бы считается считается что это самая странная есть первая необходимость ура товарищи еще хотела вам показать на это просто ржак вот смотрите здесь как секции еды где все открыто и нужно покупать а вот здесь вот на полочке с кока-колы ряд что висят многоразовые палочки для питья напитков поскольку это не товар первой необходимости то вот на этой вот конкретно вот этой вот кучке этих палочек висит что этот отдел временно закрыт то есть вот этот вот кусочек вот здесь вот это вот все открыто а вот это вот вот эти палочки вот эти вот временно закрыты потому что это не товар первой необходимости следующий то же самое то что здесь пластиковые не одно не многоразовые одноразовые палочки и тоже вот среди всего что открыто висит такая вот такой мешочек со всеми этими как обернули какой-то пленкой и написано что этот отдел отдел временно закрыть ой девочки смеха перед правда что здесь и смешно и плакать хочется и смеяться картины это тоже не вещь первой необходимости ну да конечно я согласна что называется видит ука оках до зуб не имеет то есть я могу посмотреть на я не могу зайти и купить этот всякие мебеля но мебеля конечно это громко сказано но в общем такие валмартовские мобили короче вы поняли да что происходит так что девочки страна где нету карантина где все открыто и нету комендантских часов и нет всего этого сумасшествия живите наслаждайтесь жизнь и считает что вам повезло а а кстати посмотрите какие полки пустые да с молотого что этого ничего не нельзя купить в принципе но его ничего и нету опять эти пустые полки короче полный алис капут все на этой радостной ноте я с вами попрощаюсь надеюсь что следующее видео будет повеселее по оптимистичнее просто я не могла не поделиться хотела вам это все показать там где этого нету чтобы вы понимали как вам повезло все всех целую всем пока с вами была ваша дита до новых встреч в пока 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 пока